На телеканале Юганск новости. Здравствуйте! В студии Мария Сираева. В начале коротко о главном в этом выпуске. Как вывести формулу вируса и спасти город? Молодежь Нефтьюганска прошла квест «Городские легенды». Разбитое сердце. На днях на набережной неизвестные повредили архитектурную надпись «Я люблю Нефтьюганск». Вандалы сняли часть композиции «Красное сердце» и сломали. Когда его восстановят, неизвестно. Если нарушителей не найдут, администрации города придется делать ремонт за счет городской казны. Повреждение архитектурной формы. Значит, было назначено проведение проверки. Сейчас сотрудниками полиции устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Разбитое сердце – не единственная порча в городе. В этом году, как никогда, горожане стали срывать цветы с клумб. Причем на променаде в 16-м микрорайоне вандалы побывали уже трижды. Озеленители призывают уважать чужой труд, а тех, кто вырывает цветы, отправить к ним в универсал-сервис на общественные работы. Кому и зачем это нужно? Детям, взрослым, пенсионерам, на дачу или домой? Вопрос остается открытым, поскольку до сих пор за руку никого не поймали. Однако факт остается фактом – цветы вырывают с корнем. Дорого стоят цветы на рынке. Может быть, вырывают и продают, может быть, сажают. Но жаль, конечно. Стыдно должно быть с этим людям. Стыдно. Судя по клумбе, в 16-м микрорайоне кому-то явно приглянулись гацани. За ними, по словам озеленителей, приходят уже в третий раз. Рвут в одном и том же месте. Десять лунок пустых. Запасов уже нет. А задумано было красиво. А теперь будем сажать какие-нибудь другие. Ценарарию. Ну вот такая, которая там. Вот там ее не рвут ведь. А именно гацанию. Вместо гацани теперь ценарарию. А уже рисунок-то будет не тот. В этом году из тысячи саженцев петуни прижились только 84. То, что выращивать их очень сложно, не понаслышке знает и Дмитрий Комаров. У них свой огород, и на уход за цветами требуется много сил и времени. Конечно же, это как минимум некорректно, а как максимум вандализм. Есть несколько стадий. Ты сажаешь цветок, потом закапываешь землю, льешь. И каждый день ты должен либо поливать, либо ждать дождя, чтобы все цветы пролились. Только уже через некоторое время сходит сам цветок. Когда повсюду такая красота, соблазн велик, особенно ночью. Максим Ефремов считает, если бы ему захотелось таким букетом цветов порадовать свою девушку, она бы вряд ли оценила. Но есть альтернатива. Сделать своими руками можно. Оригами, например. Мне кажется, что вырывать цветы, которые находятся где-то в городе, которые специально посадили для красоты, это плохо. Потому что есть специальные магазины, где надо их покупать. На набережной вовсе погнули в озон в радуге. А питуньи повырывали с корнем и здесь же выбросили. Я хочу просить, чтобы как-то призвать и охрану общественного порядка от меня и от нашего участка. И чтобы прямо суметь как-то их поймать, этих людей. Все-таки управу на них найти. И заставить их работать у нас на участке озеленения. Заставить их посажать, пополивать. На благоустройстве города именно поработать. Более того, если уж приглянулись цветы, в теплице универсал-сервиса всегда остается рассада на продажу. Львиный зев, бархатцы, цинерария, кохия. Любой цветок здесь можно купить за 25 рублей. Нефтьюганск попал в десятку лидеров по Югре. Правительство округа озвучило результаты конкурса по качеству организации бюджетного процесса за 2018 год. Победителям перечислят гранты, которые можно потратить на дополнительные муниципальные нужды. Правительственная комиссия оценивает города и районы по 30 критериям. Среди них исполнение местного бюджета, его открытость и прозрачность, мероприятия по повышению качества предоставляемых муниципальных услуг, а также уровень выполнения указов президента России в части повышения зарплаты бюджетникам. По количеству набранных баллов Нефтьюганск уступил только Урая, Радужному, Когалыму и Мегиону, однако при этом опередив крупные Сургут и Нижневартовск. Лидерам перечислят гранты из окруженной казны, их можно потратить на дополнительные нужды города. Одни годами ждут, а другие отказываются принимать. Со второй проблемой столкнулась строительная компания «Омск Трейс». Застройщик в 2014 году начал возведение 16-этажного дома в 6-м микрорайоне. Несмотря на непредвиденные финансовые трудности, компания не просила начатое. По словам застройщика, они осознали свою ответственность. Именно поэтому решили выполнить все обязательства не за счет снижения качества жилья, а продлив сроки строительства. Сегодня дом сдан, однако некоторые жители отказываются принимать свои квартиры. Возведение высотки в 6-м микрорайоне началось 5 лет назад. На застройщика был возложен ряд обязательств. Расселить жителей аварийных домов, снести постройки, проложить коммуникации. И все это в сложный экономический период. Компания трудностей не побоялась и начала строительство многоквартирника по центральной улице города. В данном доме выдержаны все строительные нормативы, применены современные фасады. К витражному стилю также подошли индивидуально. В данном доме, в квартирах можно регулировать тепло собственноручно, что придает экономии жителям данного дома. Отдать ключи дольщикам компания должна была в декабре прошлого года. Однако строительство затянулось. Но ненадолго, уже сейчас, горожане могут заезжать в новенькие квартиры. Денис Мухамедшин решил стать участником долевого строительства в прошлом году. Понимательно изучил рынок жилья, познакомился с застройщиками, которые работают в Нефтьюганске. Остановился на компании Омск Трейс. Мне показалось, что данный застройщик наиболее достойный среди представленных квартир в городе. То есть, в принципе, у нас новостроек не так много, и они различного все качества. Но мне показалось, по соотношению цена-качество, что это наиболее оптимальный вариант. О том, что застройщик может не успеть сдать дом вовремя, Денис предполагал. Для молодого человека это не было проблемой. Поэтому просто ждал. А после воспользовался правом на получение компенсации за неустойку. В судебном порядке пришли к мировому соглашению. Сейчас собственник проверяет новое имущество. Есть небольшие недочеты, но, мне кажется, они есть, наверное, в большинстве квартир, которые сдаются. То есть, где-то окна не до конца отрегулированы, где-то батареи чуть-чуть неровно висят. Ну, конечно, жду, пока застройщик своими силами исправит данные недочеты, чтобы уже не принимать участие в устранении этих замечаний самому. По словам строительной компании, все недочеты в обязательном порядке будут устранены. Застройщик не снимает с себя ответственности, однако есть и те жители, которые вовсе отказываются принимать квартиры. По словам Омсктрейса, несколько десятков человек просто не приходят за ключами. Как отмечают представители компании, они готовы в разумных пределах отвечать перед дольщиками и идти навстречу. Наша ответственность и размер нашей ответственности должен быть справедливым. Если он сейчас превысит все разумные пределы, мы просто можем оказаться в ситуации, что мы затянем с продолжением строительства. Дольщики, в свою очередь, тоже выразили свою позицию. По словам жителей, застройщик обещал сдать квартиру с чистовой отделкой, но слова не сдержал. Теперь будущие собственники решили действовать исключительно формально. Ждут официального письменного приглашения по почте на приемку жилья, а не просто по телефонному звонку или личному обращению. И только тогда готовы прийти на встречу и обратиться с претензией в суд на взыскание компенсации. По поводу чистовой отделки застройщик объясняет, таких обязательств по договору не принимал. А тем дольщикам, которые согласились, что чистовая отделка полностью возместит все неустойки за продление сроков строительства, отделку выполнили, как и договаривались об этом. Выражаем надежду, что мы этот способ решения найдем. Потому что любое решение вопроса миром, оно всегда лучше, чем мы будем этот вопрос решать через конфликты, через судебные споры. Застройщик уверен, что затягивание сдачи дома и продолжение споров может привести к серьезным последствиям. Потому как Омск Трейсу уже сейчас необходимо приступать ко второму этапу строительства. Расселять жителей близлежащих аварийных домов и начинать подготовку к возведению нового многоквартирника. Руководство компании заинтересовано продолжать работать, возводить новые высотки и просит собственников квартир пойти навстречу и разобраться по-хорошему, без конфликтов. Нашли пропавшего. Как оказать первую медицинскую и психологическую помощь неравнодушных нефтеюганцев, готовых стать волонтерами и по поиску потерявшихся людей приглашают на специальное обучение. Семинар пройдет в Центре молодежных инициатив в субботу, 13 июля, начало в 14 часов. На него приглашают не только действующих волонтеров, но и тех, кто готов помочь в поиске потерявшихся земляков. На встрече расскажут о том, как правильно ориентироваться на местности и использовать технические средства от компаса до навигатора. Также покажут, как оказывать первую медицинскую помощь и психологическую поддержку найденному человеку. Узнать о памятниках, вспомнить историю зарождения города, познакомиться ближе с культурой. Сегодня 25 подростков смогли узнать немного больше о родном месте в игровой форме. Главное – командная работа и соблюдение всех законов и правил. Подробнее в сюжете. Станция «Надежда» и высадка в еще неизвестном городе Нефтеюганск. Задача пройти по болоту, чтобы в дальнейшем восстановить воспоминания о городских памятниках. Попробуй на зеленую, вот она из котов. Да, верно. Ура! Владислав Гончаров в восторге от городских легенд. Говорит, очень нравится работать в команде. Теперь парень знает точно, что в нашем городе нет памятника, посвященного аистам. Я довольно эрудированный, но я довольно много памятников не знаю, которые находятся у нас в городе Нефтеюганск. Наверное, больше памятников узнал. Допустим, та же самая стояла в 14-м. Просто нечасто там хожу, я не знал, что там она находится. А вот для Екатерины Антоновой квест был настоящим сюрпризом. Стала участником команды абсолютно случайно. Нас позвали, получается, сказали, чтобы мы встретились в музее. И так я даже не знала, что будет квест. То есть это было вообще неожиданно. Вот. Я думала, что будет экскурсия простая. Оказывается, нас заперли в кабинете. И начался квест. В основе квеста история зарождения города. Диана Ефтяни старалась через него сплотить ребят. А главная задача – сохранить наследие родного города и передать его будущему поколению. Я когда делала этот квест, я ходила в библиотеку, я открывала все архивы, я читала, находила фотографии. Действительно, многие из ребят не видели, как выглядел сибиряк на начале его строительства. О том, что его название менялось несколько раз на протяжении всей истории нашего города. На протяжении двух часов ребята узнавали все больше нового о своем городе. А в конце квеста организаторы подвели итоги и наградили самых активных участников. Галина Зорина, Анна Журавлева, Рамиль Аскаров, телерадиокомпания «Юганск». На этом все. Смотрите нас в социальных сетях и делайте новости вместе с нами. Звоните в будни 23 77 47. Отличных вам выходных и до встречи в эфире.